Глава Чувашия сегодня провел коррадиционное совещание по противодействию коррупции и обеспечению правопорядка. Как в республике борются с наркотиками и контрафактным спиртным и можно ли предупредить отдельные преступления в этой сфере? С начала этого года наркополицейским республике удалось пресечь деятельность сразу трех крупных группировок. Уничтожены сотни килограмм психотропных веществ. Но у этой позитивной статистики есть и обратная сторона. В сферу незаконного оборота наркотиков все чаще начали привлекать несовершеннолетних. Несовершеннолетними совершено 68 наркопреступлений, это по нашим данным, что в два раза больше, чем это составило уровень прошлого года. Организована работа по постановке на профучет лиц, которым назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических средств. Всего у нас по нашим сегодня учетам стоит 342 лица. Необходимо активизировать совместную работу через комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по профилактике правонарушения медведов, межведомственной группы, экспертные советы. Организовывать работу точно на местах с каждым несовершеннолетним, который попал в поле зрения. Необходимо бороться активно и с распространителями контрафактного алкоголя. Бутылки элитных коньяков и виски, внутри которых содержится метиловый спирт, начали реализовывать и в Чувашии. Отличить эту продукцию от настоящей невооруженным глазом невозможно, но оградить потребителей от псевдоалкоголя все же необходимо. Рынок то он открытый, мы не защищены тоже, живем в едином пространстве Российской Федерации, но наша задача не наблюдать за этими процессами, эффективного взаимодействия, мы должны принимать меры. Какие? Прежде всего формировать общественное мнение. Где люди должны покупать, где должны приобретать. Во-вторых, соответственно, если есть где-то какие-то точки, своевременно представлять эту информацию соответствующей правоохранительным органам. Продолжают в республике бороться и с так называемыми разливайками, которые работают под видом кафе. Далеко не все заведения такого типа соответствуют принятым санитарным нормам. Правительство Чувашию выступило с инициативой ужесточить правила получения лицензии в сфере общественного питания. С данной инициативой мы, федеральной инициативой мы вышли в наше Министерство экономики Российской Федерации, в УРАР, в плане дополнения пакета документов. При предоставлении заявлений на получение лицензии, будет в отношении именно услуг общественного питания, будет разрабатываться новый федеральный закон, и эти требования, безусловно, будут учтены. Но реализовывать контрафактный алкоголь помогает и всемирная паутина. Интернет изобилует предложениями по доставке прямо на дом спиртосодержащей продукции. В Министерстве экономического развития предлагают блокировать подобные сайты. Необходимо наладить тотальный контроль и за фурами, которые перевозят алкоголь. В Доме правительства сегодня подвели итоги работы и члены комиссии по противодействию коррупции. Нарушения при осуществлении государственных закупок и представления земельных участков все еще встречаются, но они не носят уже массовый характер. Нарушения характеризуются ненадлежащим описанием заказчикам функциональных, технических, качественных характеристик объектов закупки, установлением некорректных требований к товарам, работам, услугам, вводящие в заблуждение участников закупки. В республике пересекаются и преступления при расходовании средств, выделенных на реализацию государственных программ. Наибольший объем выявленных нарушений связан с использованием средств, направленных на строительство, капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, жильщико-кумунального хозяйства и дорожной работы. В суммном выражении указанные нарушения составили 226,5 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что республика стала пилотным регионом по борьбе с коррупцией в Приволжском федеральном округе. Безнаказанным не остается ни один правонарушитель вне зависимости от его статуса и регалий. Сергей Петров, Дмитрий Ковалев, Олег Якимов, Республика.